Всем привет! Вы на канале Покашеварим. И сегодня у нас знаете что? Сегодня я покажу вам, как приготовить настоящую вкусную домашнюю шавуху из целой курицы. Во-первых, сразу признаюсь, я допустил фундаментальную ошибку. Я не нашел нормальный лаваш. Я купил какую-то срань просто для роллов пшеничных, понимаешь? Это вот эта хипстерская фигня, где за семгу заворачивают вот это все. Первое, что надо найти, это хороший лаваш. Ну и курица. У меня вообще-то это не курица. У меня это цыпленок, честно скажу, но цыпленок довольно уже такой весь из себя бройлерный. И знаете в чем? Знаете, вот я вывел какой секрет хорошей шавухи домашней. Да в общем-то этот секрет он из шаурмичных как бы, да? То есть, ну, во всех шаурмичных, че там главное? Главное офигенно поджаренное мясо. Даже маринад он второстепенен, потому что всегда соусы разрулят. А вот поджаренное, хорошее мясо такое, с пригарочками порой, вот эта тема. Именно поэтому я поступлю с этим цыпленком, с этой курицей вообще негуманно. Ну, давайте срежем лишнюю кожу, да? Она как бы сильно не нужна. Вот этот вот хвостик тоже срежем, потому что он тоже сильно не нужен, от него толку никакого. И смотрите, вот казалось бы, да? Сейчас давайте разделим там крылышки вот эти, да? На зарядку установить. Блин, вот всегда почему-то с курицей желание поиграть в какие-то игры. Пишите в комментариях, то же самое у вас или нет. Короче, мне нужно максимально много всякого мяса, чтобы оно поджарилось. Поэтому вот так вот безбожно абсолютно всю курицу я острым ножом, естественно, самура, да, надрезаю. Надрезаю ее так, чтобы, ну, прям, чтобы вот, ну, просто у нее живого места не осталось. Вот смотри, вот так вот ножки вдоль, поперек. Мне курица нужна покоцанная. Я ее коцаю очень хорошо, очень от души. Ну, крылышки тоже давай все-таки, да? Хоть там мяса-то у нас немного, но хоть что-то, хоть что-то доесть. Вот везде, где мы будем использовать мясо, я это мясо коцаю. Оп! И не надо переживать, что она там высохнет, да, мне и надо, в общем-то, чутка даже пересушенное мясо для того, чтобы получился вкус. А хороший вкус у курицы, это вкус поджаренной курицы, ребята, а не вареной. Вот так вот грудку, видите, ну, просто издевательски. Вот так неправильно делать, вы скажете. Да и не делайте на здоровье. Ну, мне кажется, я неплохо поизмывался, видите, вся курица, она довольно такая покоцанная. Все, что мне надо. Теперь вот так вот выкладываем бедолагу на противень. Хорошенько солим курицу. Плюс, видите, еще отлично специи зайдут внутрь мяса, и нам не надо там какого-то длительного маринования. Это я перец добавляю. Также я добавляю паприку, ну, больше для цвета, для красоты. Да, начинаю вот так вот вмассировать. Можно добавить карри или какие-то специи для курицы, приправа для курицы, тип такого. Паприка отличный цвет дает, в общем-то, не особо много вкуса. Так, я еще добавлю гранулированный чеснок. Это очень удобно. Естественно, мы это делаем с двух сторон, и курицу мы в процессе приготовления будем переворачивать, несомненно. И чесночок. Ну, тут уже фантазируйте, как, в чем, как, где, что вы хотите добавить в курицу. Это уже каждый для себя сам решит, да? Это будет дополнительный вкус, и это хорошо. В принципе, у нас будут классные соусы, поэтому все будет отлично. Так, теперь мы обработаем маслом. У меня есть масло-спрей, поэтому мне чуть удобней, чем вам. О, видишь, даже кубики курицы отпадают с двух сторон. Все нормально, отличная курочка. Выглядит она гораздо хуже, чем она будет по вкусу. И отправляем в духовку. У меня духовка 190 градусов включена, и я отправляю курицу смело минут на 50. Если она даже пережарится, это будет даже хорошо. Естественно, мы не забудем перевернуть через некоторое время. Она уже, видите, подрумянилась с одной стороны. Теперь хочу то же самое, но другой. Давай! Опа! Вот оно что, шкварчащий цыпленок. Все как надо. Когда я говорил, что пересушить курицу это типа норм, ну, не совсем, наверное, я корректно выразился. Но то, что она должна быть поджаренная сверху, вот что я имел в виду, короче. И, кстати, друзья, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно благодаря инстаграму и вот неожиданному рецепту, который я выложил в инстаграм, я для семьи готовил вот этот рецепт, люди написали, давай, давай, рецепт на канал, короче. И вот я вам на канале и показываю. В общем, что, я сейчас разделывать не буду, пускай остывает. А мы пока займемся соусами и нарезанием всего прочего. Соуса у нас будет два, естественно, томатный и, естественно, белый. В Москве так принято, я именно так и люблю. Давайте, соусы классные. Первый соус томатный. Я для этого беру томаты в пачке. Усугубляю томатность обычной томатной пастой. Добавляю обычного растительного масла. Ну, лучше не рафинированное, наверное. Мне нужно это для, скажем так, для гладкости соуса. Сейчас будем все перемешивать. Второй соус – это сочетание трех продуктов. Два кисломолочных – это сметана вместе с кефиром или айраном, милитаном и мазик. Мазик, опять-таки, для жирности. Вот там масла не надо добавлять, там достаточно мазика. Добавляем сметану. Все в равных пропорциях. Сметана, мазик одинаково. А вот айранчик я буду добавлять исключительно для нужной консистенции. То есть я не хочу, чтобы соус был очень густой. В то же время не хочу, чтобы был очень жидкий. Поэтому буду добавлять по мере надобности. Вот мне явно маловато. Поэтому еще айранчика или кефира. В общем, ладно. Сейчас будем добавлять уже вкусы в соусы. И параллельно перемешивать. Я добавляю специю, которая называется хмели-сунели. Это сборная приправа. Если нет хмели-сунели, то как минимум надо добавить кориандр. Красный соус аналогично. Безусловно, друзья мои, безусловно, чеснок. Чеснок обязателен в обоих соусах. Мы его либо через чеснокодавку, либо нарезаем ножом. Я его так вот долблю, чтобы было проще очистить. Тогда мякоть легко достается с кожуры. Вот я думаю, на два соуса мне столько должно хватить. Но, опять-таки, чеснок по вкусу. Некоторые вообще не любят чеснок. Я буду нарезать ножом. Ребята, если хотите хорошие ножи, вот, например, такой нож Самура Сопер 5, шикарно режущий, прекрасно выглядящий, то ссылочки на Самуру всегда в описании. И промо-код покашеварим тоже работает. Все. И пополам разделим на два соуса. В принципе, это и так уже вкусные соусы, но, естественно, их надо доработать, потому что, например, белый соус, он пресный. Для того, чтобы он не был пресный, его надо посолить. Так же, как и красный соус. А к красному соусу еще добавить немножко сахара. В общем, соль, перец и сахар, ребята, добавляем. Так. Всегда можно это по вкусу отрегулировать. Оба соусы должны с небольшим запасом мощности быть, так скажем. То есть, они должны быть чуть более соленые, чуть более яркие, чем вы бы хотели есть ложками. Потому что они будут вместе с другими продуктами, которые надо, о, как бы, украсить вкусом. Добавляю буквально щепотку сахара в красный соус. Да, можно и в белый вот так чуть бахнуть. Хуже не будет. И чуть-чуть перца. И туда, и туда. В принципе, все. Это два моих базовых соуса, которые я использую у себя дома. Теперь надо все перемешать до объединения всех масс и растворения, естественно, сахара. И потом дать соусам настояться. Вот, в принципе, густота, мне кажется, такая оптимальна. Хотя можно еще, наверное, айранчика добавить. Вот видите, благодаря маслу соус становится такой более глянцевый, что ли. Более пластичный, что ли. Фиг объяснишь, в общем. Красный соус еще посолить. То есть, вот вы попробуйте. Реально, вот на самом деле, когда ты делаешь вровень, ну, то есть, как бы соус, который можно ложкой есть, и он такой, оп, нормально. Получается шаурма чуть менее кайфовая. А когда ты делаешь с небольшим, ну, процентов типа на 5-10, чуть пересоленее, чуть перекислее, чуть-чуть пересоленее. Ну, я... Вы понимаете или нет, о чем я говорю? Нет? Если не понимаете, то делайте стандартно. То есть, чтобы вам было вкусно, вот попробовать с ложки. И, конечно, сразу пробовать это бесполезняк, потому что соус становится вкусным, когда он постоит. А у нас пока есть время, поэтому... Но, тем не менее, на соль. Вот это нормально. Вот это все. А красный чуть-чуть еще посолю. Подготовим овощную часть. Я делаю с капустой. Можете, конечно, вообще забить на капусту, там, добавить свежих огурцов, что хотите. Но, по-моему, с капустой это всегда топчик. Так. Обкрадываем кочерыжку. И шинкуем. Я думаю, нам хватит штучек на 5-6 шаурмы. Вот, достаточно такой консистенции. На столе я немножко посыплю капусту. Чуть-чуть разомну. Она станет чуть мягкой, но при этом останется хрустящей. У нее сразу появляется запах квашеной капусты. Выложим пока в какую-нибудь форму. Еще из овощей у меня будут помидоры, красный лучок, но это по вкусу, и, естественно, соленый огурец. У меня тещин фирменный. Прям от души вкуснейший огурец в мире. Так. Просто нарезаем на слайсы. Так же с помидорами поступаем. Я возьму 2 помидора. Нарежем полукольцами. Лучок я много не буду. Вот столько нам хватит. Будет не лишним лук чуть-чуть подмариновать. Я добавляю всегда в него чуть-чуть сахара. И вот так вот мну. Он пустит сок и будет вкусней. Можно еще капнуть лимонного сока или уксуса. Настало время курочки. Она подостыла. С ней теперь проще будет справиться. Естественно, нам нужно срезать мясо с самых вкусных частей. Ну, допустим, это, понятное дело, крылышки и ножки. Но брезговать грудкой я тоже не буду. Грудка, она хороша, поэтому я ее снимаю. Ну, допустим, наверное, одну грудку, чтобы она не была прям совсем диетическая у нас шаурма, я сниму одну грудку. Так, а вторую оставлю на салатик, например, какой. Так, фильтруем. Мясо откладываем. Вот такие вот поджаренные кусочки я тоже сюда кладу, не жалею. Снимаю мясо с бедрышка, с голени. Вот так вот. Отправляем сюда вместе с кожей, потому что кожа у нас подхрустилась. И это будет вкусно. На самом деле, с одной большой курицы, но вот по моей практике, получается мясо примерно на 8 шаух. Вот. Здесь у нас цыпленок, он поменьше, плюс я еще не весь его использовал, то есть, ну, грудку убрал, да, взял только самое вкусное. Тут, наверное, получится шаурмы на 4, на 5. Ну, сейчас посмотрим. Итого, я надербанил вот с курицей вот столько мяса. Моя задача сейчас все это измельчить. Что, годнота, ребята? Вот такой вот фаршик получается. Красивый. Учитывая, что я курицу не мариновал, я сейчас хочу попробовать на соль. В принципе, за 50 минут нормально. 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 Солюшка прошла. Я мясо больше не буду солить, хотя иногда бывает, что я дополнительно могу мясо присолить. Все, выкладываем. И начинаем заворачивать шау. Прежде чем собирать шавуху, да, разложить, чтобы вам было удобно. То есть, сначала капуста, потом мясо, потом овощи, потом там корейская морковочка. Это я буду добавлять. Ну, и в самом начале, и в конце завершающие соусы. Все, и можем теперь вертеть. Берем неудачные лаваши. Блин, твою мать. Все магазины облазили. В поисках нормального лаваша. Нашли такой. Ну, ладно, будем делать с таким. Давайте по две шавухи сворачивать. Всегда есть соблазн переборщить, на самом деле, с шавухой. В плане соусов, и в плане начинки. Сколько раз видел рецепты, где огромные шаурмы, шавухи делают люди. Поэтому по столовой ложке соуса. Ну, так, размазываем. Дальше. Не очень много капусты, но не надо ее много добавлять. Я буквально охапочку добавляю, вот так вот, своей руки. Немного корейской моркови по вкусу. Далее. Мясцо. Ну, мясо уже сколько хотите, столько и добавляйте, да? Я не переборщиваю. И дальше овощички. Опять-таки, тоже не переборщивая с объемом. То есть, там пару соленых огурчиков. Хотите, свежий добавьте. По паре помидорчиков. И сверху повторяем тему с соусами. Раскидываем ложечку белого и красненького. Оп. Можно сыра добавить, но это уже все по желанию. И закручиваем шаву. Блин, выдержит лаваш, не выдержит? Кто эти лаваши продает? Блин, дурацкие какие. Так. Оп. Ну, ладно, выдержал более-менее лавашик. Пойдет. Сейчас шаурмисты, наверное, смотрят и ржут надо мной. Ладно, собираем как можем. Вторая шауха. Ну и погнали дальше. Ну что за лаваш? Блин, ну вот это что? Это шляпа, а не лаваш. Так, я сейчас сделаю антирекламу этой фирмы. Что это? Коломенское. Армянский лаваш. Шляпа. Шляпа. Ну, смотри, я уже вижу, как он рвется. Блин. Ладно, ребята, ну вы поняли, в общем, покупаете хороший лаваш и делаете не так, как я. Вот, ну видите, да? Вот ни один лаваш так не будет делать нормальный. Если вы заметили, по сравнению с началом, мы сбегали в магазин и все-таки поискали еще лаваш. То есть мы сначала хотели вот в этот пшеничный ролл заворачивать. И чувствую, что он лучше, чем вот эта шняга от коломенского. Коломенское. Просто дикий дизлайк за этот лаваш. Я его пару раз брал до этого и знал, что будет то же самое. Попробуем, блин, что-то сделать с этим гребаным коломенским лавашом. Может, сейчас эта штука подправит ситуацию. Все, до полосочек румяним. И будем пробовать. А вообще подписывайтесь на мой инстаграм. Только там будут настоящие эмоции относительно лаваша. Ссылочка на него в описании. Короче, вот это говнище. Вот это просто, сука, говнище. Вот это коломенское, блин. Вот нахрена вы такой лаваш делаете? Это не лаваш, это дерьмо какое-то. Вот, вот лаваш коломенский, а? Как можно, как можно приготовить какую-то шляпу и назвать это армянский лаваш? Ну вот так вот, ладно. Первые два еще более-менее снимаем. Оп! Подрумянились. И то хорошо. Ну давай попробуем. Выживет он после разрезания-то, а? Вот, ребята. Шавуха по-покашеваримски из целой курицы. Шаурма из целой курицы в убогом лаваше. Серьезно, вы не представляете, у меня колбасило от этого лаваша здесь. Как можно такие... Вот я его покупал пару раз, каждый раз такой облом. Ну просто сегодня вот не было. Реально в районе у меня не мог найти лаваш нигде. Нормальный такой вот. С одной стороны подзапеченный, с другой побелее. Такой красивый, большой, армянский, тянущийся лаваш эластичный. Ладно. В общем, короче, шавуха из целой курицы с офигенными соусами. Просто, ну, просто бомба. Давай будем пробовать уже в конце концов. Пахнет очумительно просто. Лаваш ни за что не испортит. Ни за что не испортит офигенные соусы, клевую курицу, корейскую морковку, капусточку подсолененькую и все это. Вот о чем я и говорю про запас вкусов. Этот соус, он отдал свой вкус помидорам. Отдал свой вкус капусте, которые, ну, по большому счету, никакого вкуса не имеют. И распределился и стало, как бы, типа, норм. Офигенно. Шаурма это вообще продукт дешевый довольно, ну, имеется в виду в плане фастфуда. И в домашней шаурме, один из плюсов, себестоимость настолько мала, что даже с дешевой, в принципе, шаурмы, там, где-нибудь у метро, если сравнивать с шаурмой, то себестоимость нулевая. Вот этот цыпленок-бройлер, он стоит 100 рублей. Остальные продукты, ну, тоже дешманские. Соус там не... Ну, то есть, ребята, когда ты делаешь там на компанию шаурмы 10-12 куча людей к тебе, это всегда офигенно заходит. Ну, в общем, это все равно не тот вкус, который я ищу. Везде, где будет шаурма, буду вспоминать чувака с Выкина во времена моего студенчества, который готовил шау. Братан, я не знаю, но ты же смотришь YouTube, ну, напиши мне, пожалуйста, ВКонтакте, если ты найдешься. Надо в программу «Жди меня», наверное, обратиться там. Ха-ха-ха-ха, найдут мне этого парня. Потому что хочется тот самый соус. Это вкусно, то есть, это шавуха такая плотная на 4, вот если сравнивать из тех, которые продаются. 4 балла, домашняя шавуха, одна из самых вкусных, которые я дома вот готовлю, то есть, я к этому рецепту со временем пришел. Мне он нравится, домашним нравится, мы так делаем иногда. Ну, как бы, буду честен. 4 балла. 5 это вот там вот. Ну, может быть, 4,5, окей, потому что тут просто не к чему придраться. Ну, Дима, сейчас попробуешь, ты же тоже любитель шавухи. Ну, вот, и скажешь свое мнение. Да? Ну, ты снимаешь, ладно, потом дам. Короче, ребята, повторяйте, соусы топчик, мясо готовьте именно так, рвите просто вот так вот курицу, и будет огонь вообще. Еще, еще даже будет лучше, если вы потом вот это нарезанное мясо можно еще поджарить на сковородке, чтобы прям вот корочки были. Ну, это уже отдельный фетиш, это отдельный фетиш. Ладно, спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, делитесь роликом, шаурма топчик. Все, всего вам вкусного, пока. На инстаграм подписывайтесь. Блин, ну коломенская, просто не надо, в Роспотребнадзор их сдать за этот лаваш надо. Хотя куличи у них были вкусные на Пасху, помнишь?